Движение – это жизнь. И в Южной столице она в этом году энергичная, интенсивная и продуктивная. В самом начале года администрация объявила 2021-й спортивным и наметила немало планов. 2021 год объявлен годом спорта в городе Руслан. Очень много мы делаем и строим, и задачи этот год большие. И они уже выполнены почти на 100%. Это улучшение и модернизация спортивной инфраструктуры города, пропаганда здорового образа жизни, соревнования. Одна из целей – сделать спорт доступным для всех. Поэтому в Донской столице капитально отремонтировали более 20 придомовых спортивных площадок. Вместо зала жители могут проводить время здесь, в двух шагах от дома. За всеми площадками закреплены инструкторы по физической культуре, проводящие занятия с жителями. Бег, пробежки, отжимаемся, разные виды упражнений делаем. Увидел просто секона, что здесь занимаются на площадке. И поинтересовалась, пришла сюда. Улучшает физическую форму и кардио. В городе действует несколько клубов любителей бега. Спортсмены каждые выходные встречаются рано утром в парках, делают разминку и готовятся к старту. Помимо взрослых, любят спорт и дети. Поэтому важно создавать комфортные условия для занятий и в школах. К концу года будут готовы 18 спортивных стадионов в общеобразовательных учреждениях. Тренажеры, турники, футбольные, баскетбольные поля. Это современный спортивный объект, который позволяет нам еще больше погрузить наших учащихся в мир спорта и здорового образа жизни. Уже на новом стадионе в осенний период более 100 учащихся гимназий приняли участие в сдаче нормативов гражданской обороны. Интенсивные занятия помогают не только укреплять дух, но и могут привести к победам на международном уровне. Над этим усердно работают в Ростовской юношеской школе Олимпийского резерва номер 2. Впервые в истории страны два воспитанника одного учебного заведения стали олимпийскими чемпионами. Тренируем мы много, долго, успешно. Результаты, как я уже повторил, хорошие. 821 ребенок в нашей школе учащийся и спортсмен. Школа в числе лучших в Российской Федерации. Ну и не самая последняя в мире. В городе становится все больше соревнований, где ребята могут проявить свои силы и выносливость. Недавно в Ростове впервые состоялся первый международный боксерский турнир городов-побратимов. В нем приняли участие 100 юных спортсменов из Еревана, Ейска, Донецка, Луганска, Минска, Сальска и Ростова-на-Дону. Спорт и бокс в частности в городе процветает, развивается. 2021 год объявлен годом спорта. Конечно же здорово, что наши боксеры имеют возможность проявить себя в боях с коллегами из других стран. Чтобы не ограничивать занятия спортом в зимнее время, для детей и взрослых в Ростове строят новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Один из них уже почти заканчивают в Первомайском районе на улице Туполева. Теперь здесь могут проходить занятия круглый год, летом на футбольном стадионе, в холодное время в благоустроенном физкультурно-оздоровительном комплексе. Помимо этого в городе завершается первый этап капитального ремонта стадиона «Арсенал». На восстановление спортивного объекта из местного бюджета выделено порядка 60 миллионов рублей. Средства идут на замену покрытия футбольного поля, легкоатлетических зон и беговых дорожек, ремонт трибун, ограждений и архитектурных форм, а также озеленение. А для любителей погонять на двухколесном друге на грибном канале появилась площадка для тренировок. Там завершилось строительство комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом BMX. Здесь установили оборудование для трассы, включающее в себя элементы скейтроллер парка, стартовые и финишные системы велотрасс, раздевалки, душевые и санузлы. На финансирование спортивной отрасли в 2021 году властями города были выделены рекордные средства – 979 миллионов рублей, что на 300 миллионов больше, чем в прошлом году. Сегодня Ростов-на-Дону занимает второе место среди городов-миллионников по количеству населения, которые систематически занимаются спортом. С тем учетом, что был год пандемии, были большие ограничения, мы для себя поставили задачу в следующем году провести именно таких больших официальных мероприятий, гораздо больше. Вы знаете, это и футбольные мероприятия, вы знаете, это были наши забеги, это были массы занятия спортом, это были и пробежки. То есть на самом деле большое количество жителей сегодня активно это направление поддерживает. И возможно, это только начало. Большие планы у нас на 2022 год. Мы уже в декабре на городской доме выделяем деньги на финансирование и проектирование двух новых бассейнов. Это один бассейн будет для занятий прыжков в воду, второй бассейн – это будет для синхронного плавания. Кто знает, может Ростов-на-Дону благодаря Году спорта завоюет звание самого спортивного города в стране.